В масштабе всей набережной на первый взгляд потери ели не так существенно. Но ее незаконный спил нанес зеленому фонду города ущерб в 2,5 миллиона рублей. Атаке вандалов подверглась особая ель. Диаметр ее ствола был 30 сантиметров. Ее возраст несколько десятков лет. Ель была старожилом Самарской набережной. Конечно, снос такого возрастного дерева, ценной породы хвойной, тем более в зоне отдыха городской, как набережная, конечно, является пеющим фактом. Потому что таких деревьев достаточно мало в городе. И тем более хвойных пород их необходимо сохранять и беречь. И этот факт, кроме как возмущения, ничего вызывать не может. По данному факту заявление было сразу же передано в правоохранительные органы. Это не первый случай хвойного вандализма в Самаре. Осенью неизвестные срезали туи на Южном шоссе. А всего за 16-й год было 22 обращения в департамент городского хозяйства о незаконном спиле деревьев. Я хочу призвать всех народных контролеров, общественников, Если вы видите, такие безобразия творятся на наших улицах, давайте будем их четко пресекать. Но есть в Самаре не только вандалы. Совет жителей в промышленном районе каждый год не только сажает деревья, но и круглый год за ними ухаживает. Саженцы покупают и на свои деньги, и получают в администрации. Ежегодно в микрорайоне появляется несколько десятков новых берез, каштанов и елей. Я думаю, что эту инициативу жителей нужно поддержать не только нашему району, но и всем горожанам, так как это очень улучшает экологию города, ну и просто красиво и приятно самим. Председатель Наталья Хаткевич надеется, что их пример станет в хорошем смысле заразительным, потому что таких советов активных жителей по поручению губернатора сейчас в городе становится все больше. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.